В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И сегодня гостями нашей студии стали дуэт «Кумовья». Это одни из самых известных творческих представителей Ненецкого округа. Екатерина Кожевникова и Денис Семяшкин. Приветствую вас в нашей студии. Благодарю, что вы нашли время в своем плотном графике. Ну, мы не могли его не найти, на самом деле. Нам приятно очень, что нас пригласили. Спасибо. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Денис, Екатерина, вот первый вопрос. Такой сразу начну поливать вас вопросами. А почему «Кумовья»? Что за название и как давно вообще ваш дуэт существует? Наш дуэт существует столько, сколько лет моему крестному сыну. Это 10 лет, да, моему сыну 10 лет, моему некрестному сыну 10 лет, крестному сыну Екатерины также 10 лет. Это один и тот же человек. Все дело в том, что когда мы решили крестить своего сына, единственный вариант был крестная – это Катя. Здравствуйте. Да, мы были друзьями и вот стали родственниками. Поэтому, естественно, мы стали «Кумовьями», после чего у нас родился такой дуэт. Ну, Катерина придумала хэштег «Дуэт Кумовья». Сначала он был негласным, чисто в кабинете. Мы шутили, шутили, а потом подумали, а почему бы и да, собственно. И стали уже в массы это немножечко продвигать, говорить об этом со сцены. И народу понравилось, запомнили и стали также нас уже различать, так скажем. И теперь мы дуэт «Кумовья» уже запатентованы. Осталось придумать лого, да, Денис? Да. Да. Ну вот смотрите, 10 лет дуэту «Кумовьяк» как именно название. А введение концертов вы же ведь раньше начали, да? Ну да, оно с моей стороны было не таким частым. Я была в роли режиссера, ну там и актера. Но вести мероприятия как-то я пока не решалась. Где-то на каких-то простых мероприятиях я начинала. А потом уже мы стали парой ведущих. Один раз, второй раз, попробовала, было страшно. И в принципе потом уже стали чувствовать друг друга, уже стали друг друга где-то, как сказать, поддерживать на сцене. Уже поняли, что мы в принципе единое целое, так скажем. А теперь уже мы не видим ни с кем. Ну да, я, например, ни с кем не могу больше уже вести. Ну нет, вести могу, да. Бывает же такая необходимость, что нужно вести с кем-то. Я веду, но все дело в том, что с Катей мне и говорить ничего не нужно. Не нужно смотреть, не нужно где-то подсказывать или еще что-то. Мы чувствуем друг друга просто стоя рядом друг с другом. Где поддержать, где что-то сказать. Вот Катерина точно так же и со мной. Ну есть какие-нибудь тайные опознавательные знаки у нас там, прочие там движения. И мы уже понимаем, что происходит. Кто не может прочитать что-то, кто не хочет сейчас это читать. Например, либо там, допустим, я волнуюсь сильно, либо Денис хочет кошлянуть там еще что-то. Ну такие нюансы, и мы уже друг друга чувствуем. Поэтому нам комфортно. И, в принципе, уверенности больше. Потому что когда ты идешь уже с другим человеком вести, да, в тандеме, с ним нужно репетировать как минимум несколько раз. А здесь уже можно и без репетиции. Мы можем прочитать текст один-два раза, сделать какие-то акценты, договориться где-то, кто начинает, кто где вступает, чьи где слова, даже если по тексту это не так. И все, и уже идем. А уже на сцене можем передоговориться. Можете рассказать, что это за знаки такие примерно хотят? Ну, мы близко стоим друг к другу. И то есть, когда, во-первых, когда я начинаю волноваться, а это первые пять минут мероприятия, в любом случае, меня очень трясет, он начинает это чувствовать, потому что дергается уже и он. Он так на меня смотрит, типа, ну, я понял. И все, и он зачитывает мой текст. Либо я просто делаю так, он на меня. Если нельзя, допустим, бывает, что можно такой момент повернуться, типа, угу, а бывает, там, ущипнуть, там, толкнуть, и сразу нужно среагировать, потому что если сразу не среагировать, может получиться ком. То есть и я могу не вступить, и заминка, и, ну, то есть он, каждый мой, там, укол, он должен почувствовать. Так же и он. Нет, он мне всегда говорит, Катюша. Вот так. Он не поворачивает, даже губами не шевеляет. Катюша. И я уже так, угу. Ну, то есть такие еле-еле заметные какие-то движения или звуки, которые знаем только мы. Ну да, это не заметить. Если ты не знаешь об этом, то... А ты не знаешь об этом, то же не в дуэтику моей. Но бывали такие случаи, когда вот действительно кто-то забыл текст? И вообще, как вы готовитесь к выходу на сцену? Ну, то есть вот вы говорите, три, там, два-три раза прочитываете сценарий. Но может быть такое случится, что там кто-то перепутал, начал не тот текст читать. Как вообще из таких ситуаций выходить? И были ли какие-то прям очень курьезные случаи? Курьезные случаи можно я расскажу, Катюша? Это было... Он не то, чтобы кто-то забыл текст или что-то в этом роде. У нас, мы вели юбилей профессионального училища нашего замечательного. И там маляров-штукатуров, да? Ну, вот есть такое... Награждали мы маляров-штукатуров. Но все дело в том, что когда ты читаешь это вместе, это маляров-штукатуров. Но это, на наш взгляд, в тот момент это было очень смешно. Я потом не смогла выйти. Мы должны были выйти и прочитали это прямо перед выходом. Маляров-штукатуров. И просто, ну, вот, просто разорвало от смеха. Вот сейчас уже выходить. Что делать? Ну, вот я вроде как более-менее успокоился. Мы вышли, и текст был Катин. Вот мы вышли. Катя, она вот до этого момента дочитала, и у нее просто... Я стою, я просто сейчас дорвалась. Она уже смеется, да. Ну, и я прочитал это как бы с достоинством. Вроде бы как. Ну, как мне показалось в тот момент, потому что по телу тоже чудовищно. Очень боялся я рассмеяться. Но мы это сделали, все, зашли за кулисы. И вот там у нас был еще там от номера до следующего выхода нашего. Был момент, что мы просто, да, дикий-дикий хохот. Скорее всего, мы даже мешали артистам, которые выступали. Бывало и такое, что перелистываешь и читаешь не тот текст. То есть он тоже мне то локотком, или он просто уже, если я напролом читаю его, он просто меня останавливает. Говорит, Катюша, Катюша, давай немножечко повременим. Это будет позже. Сейчас давай вернемся к тексту, который мы должны прочитать. Бывало такое, что Денис вышел и в 10 утра поздоровался со всеми. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. И зал весь ха-ха-ха. Мероприятие серьезное, сидит губернатор. Но после этого весь вечер пошел гораздо легче, потому что... Все утро? Да, все утро пошло. Гораздо легче, потому что каждый из выступающих, официальных лиц, выходил и уже поддевывал Дениса. И ему было с чего начать. То есть говорили, добрый полярный, доброго полярного дня, доброй полярной ночи, ну кто как мог. Но зал хохотал, конечно. Ну, бывали и... Вот недавно я сказала тоже, почетный работник, нужно сказать, культуры. А я сказала, почетный работник Российской Федерации тоже зал отреагировал. Ну, я считаю, это тоже такая нормальная, да? Ну, естественно, почетный работник Российской Федерации. Я считаю, это про любого человека можно. Ну, про нас скоро, может быть, если скажут, я не обижусь. Несколько почетный работник Российской Федерации. Бывает, что Денис убегает со сцены и за это потом получает за кулисами. Этого никто не видит, потому что, как бы, я на шпильке. Естественно, нужно подождать девушку, правильно? Как к соведущему. И вот было даже буквально недавно. Он идет, а здесь затемнение полное. То есть после наших слов мы должны зайти, молчать, затемнение, пошел номер. А он убежал просто. Я уже разворачиваю, а его нет. И темнота. Я начинаю заходить, и я падаю. И он вспоминает, что он должен меня где-то тут ловить, и он меня ловит, как бы. И после этого получает, конечно же, по собатке, так скажем. Больше говорил, что делать так не будет. И не делал, но некоторое время еще. Ну, ладно, поверен тебе. Ну, вот такие вот. Постоянно нужно быть на чеку. То есть если ты выпал на минуточку, все, получишь. Ну, нет, просто можешь посыпаться сам. Начинаешь волноваться. Бывают такие моменты, когда начинаешь импровизировать. Вот на последнем концерте играли Бесса Мимучи. И мы до концерта разговаривали с коллегами. Я говорю, а может нам выйти и станцевать с Денисом? Ну, то, что сидит ансамбль играет, хочется, чтобы пара танцевал. Хотя мы, по сути, не особо танцоры. Да. Но пошутили, пошутили, и тут уже концерт. Это был, наверное, второй концерт наконец-то, да? На первом мы ничего не делали, имеется в виду в этом номере. А тут я говорю, блин, Денис, ну сказали же, что станцуем. Давай попробуем. Он нет, ни в какую. Он все, он покраснел. Он говорит, Катя, ты серьезно сейчас? Я говорю, конечно, серьезно, давай разбавим, давай немножко зал как бы расклепостим. И он собрался с мыслями, и на последних, наверное... Аккордах там, наверное, на восьмерках. Да, буквально. Мы выходим. Зал, конечно, принял прекрасно. Он там меня покружил, и мы быстро убежали обратно. Был третий концерт. И тут я говорю, давай еще раз. Надо сделать дольше, лучше и торжественней. Он говорит, давай. Но почему-то мы перебегали на другую сторону. Мы хотели просто ходом пройти. А, мы ходом пройти хотели, а нам же выходить потом с этой же стороны сразу. Он говорит, кто-то нам подсказал из коллег, да перебегите на ту сторону. Мы побежали. Вот тут ты опять меня не подождал. Я забыл, что она на каблуках. Да, он забыл. Он уже перебежал, а я только там за экраном бегу в темноте. И уже говорю, что он сейчас получит. Там кто-то стоит и уже хохочет. И он такой разворачивается. Прости меня! Ну, в общем, не суть. И мы выходим. Мы сделали выход. Мы сделали какое-то па, он со мной сделал. А потом развернулись и ушли. Зал аплодировал также. Ну, как бы украсили номер, так сказать. Ну, вот бывают такие моменты, когда хочется импровизировать. Но главное, чтобы это было в тему, чтобы это не помешало, естественно, артистам, музыкантам, чтобы это было только лучшим дополнением, а никак не в минус шло, допустим, какого-то номера. Ну да, и в основном это только наши мероприятия, когда это неофициальное. Потому что глупо, если на официальном мероприятии ты начинаешь как-то импровизировать или танцевать. А вот на таких мероприятиях, как открытие, закрытие сезона, там, да, там мы, в принципе, как рыба в воде. То есть это наши мероприятия, это мы сами себя каким-то образом показываем. И если мы покажем себя таким образом, то я считаю, что это неплохо. И не повредит, а наоборот даже украсит. Ну да. Но также вот Денису пришлось петь «А за деревом дерево», когда были некоторые технические моменты, которые нужно было немножко подождать, чтобы перезагрузилась аппаратура. Вот. Коллектив уже стоит на сцене, уже должно быть затемнение, уже свет должен был выстроен. И мы понимаем, что нужно еще подождать. Нам говорят, нужно еще. Я говорю, Денис. Он выходит и начинает залом петь очень длинную песню. Бесконечную песню. Да, бесконечную. Называется она... По-моему, она называется «Лес густой» или как-то так. Да, густой лес. И «А за деревом дерево», «А за деревом дерево», «А за деревом куст». «А за деревом дерево». И вот, чтобы зал подпевал. Получилось превосходно. Зал аплодировал ему, самим себе. И тем самым мы заняли промежуток времени не пустым местом, так скажем. Тоже импровизация. То есть нужно быть постоянно вот на готове, потому что может случиться всякое. Вот как раз следующий вопрос хотелось задать про работу с залом. Вот мы всегда сравниваем немножко с вами себя, потому что мы тоже введем какие-то даты программы. И мне кажется, в этом плане нам здесь проще, потому что нас хоть и смотрит очень большое количество людей, но мы все равно находимся вот в студии. У нас здесь только оператор, там режиссер. Вы выходите... Сколько у вас там в зале? 700 посадочных мест, да, по-моему? Ну, сейчас там в два раза меньше, но все равно. Это несколько сотен человек. Насколько это сложно, может быть? И какие вы эмоции получаете от... Ну, есть ли какой-то фидбэк? И вот какие-то интерактивы с залом стараетесь проводить? Или вот это только сейчас вы начали? Как вот это все работает? На самом деле, только от этого мы и получаем удовольствие. Ну, в плане работы с залом, потому что у нас было вот, ну, в связи с этой пандемией, мы выходили порой на сцену, где не было зрителя. Мы не то чтобы не получаем никакого удовольствия от того, что от работы или еще чего-то, нет, ни в коем случае. Но львиная доля вот того, ради чего мы, в принципе, работаем, это то наше отношение со зрителями. Ты выходишь, когда ты слышишь аплодисменты, или не слышишь их. То есть ты, если не слышишь, то ты стараешься быть как-то чуточку лучше, даже не чуточку. А если ты их слышишь, да, если ты их слышишь, то ты в них купаешься. Потому что эта энергия, она, вот, мне кажется, она ничего не заменит. Да, это ни в коем случае не тщеславие какое-то, а это вот именно взаимосвязь. Если ты выходишь на первый добрый вечер, да, дорогие дамы и господа, или дорогие друзья, если ты получаешь отдачу уже в виде даже аплодисментов, кто-то может даже покричать, там еще, ты уже чувствуешь, что, ну, все не просто так. Нас тут ждали, и есть взаимосвязь. Естественно, зритель, тем более после пандемии, ну, если говорить и о прошлых концертах, он немножко скован и не настолько раскрепощен, да, и, то есть, весь концерт нужно его раскачивать, так скажем, потихонечку, потихонечку, чтобы зритель поверил, как бы, нам, да, чтобы мы встретились где-то глазами, с кем-то поговорили лично, спустились в зал там с кем-то, да, когда это можно было, где-то провели интерактив, ответы там, да, из зала какие-то. Бывает, что молчит зал, вот он просто не знает, что отвечать, тогда ты задаешь вопрос как-то по-другому, но все равно раскачиваешь зал, чтобы зритель тебе поверил, и, как сказать, он понял, что здесь можно, например, вести себя вот так, можно с нами общаться, есть обратная связь. Вот сейчас, например, были концерты, где зритель мог задать вопрос в чате, был единый чат, зритель задает вопрос, Денис как ведущий на сцене вместе с группой артистов, любой вопрос, который ему приходит, он его озвучивает, и, естественно, зритель получает конкретный ответ себе, и им так это нравилось, они строчили эти вопросы бесконечно, и это тем самым и украсило мероприятие, и зрителю было хорошо, потому что он был услышан, и зритель получил удовольствие, и мы. В общем, вот связь со зрителем, это самое, наверное, важное в нашей работе, потому что ради чего тогда это все? Ну, скучали, наверное, да, по зрителю? Вот недавно у вас, месяц, сколько, месяц назад, да, вы вышли прямо вот так уже на сцену? Да. Первые ваши эмоции вот после первого концерта можете вспомнить, описать? Я чуть не упала, на самом деле. Ну, первые эмоции, на самом деле, если, ну, если быть честным, то оно и было названием нашему концерту, ну, наконец-то, потому что когда сказали 30% можно, было просто у всех, ну, наконец-то, потому что это было невозможно, как были эмоции, когда вообще нас закрыли, сказали сидеть дома и сказали, что нет, давайте открытие сезона мы все-таки проведем, да? Онлайн. Онлайн. Но, тем не менее, это было, это супер. То есть, да, можно было собраться, и чтобы коллективы собрались, и что-то сделали для зрителя. Для нас, ну, общение со зрителем – это самое главное. Это то, для чего мы этим и занимаемся. И 14 лет совсем скоро будет, как я работаю уже в дворце, я не представляю себе уже другой жизни, на самом деле. Как это, ну, не выходить на сцену, заниматься, там, я не знаю, какими-то бумажками или еще чем-то, я не представляю себя. Эмоции, они, ну, как сказать, не то чтобы зашкаливали. В общем, ты держал себя, вот она, та самая минута, когда все коллективы на сцене, и вроде бы только недавно это было, а было на самом деле так давно. И ты думаешь, ну, это ведь то же самое, мы недавно это делали. Сейчас все вспомним, мы выходим, и все, и начинается вот такая тряска. И вот я, например, я понимала, что, Катя, ну, успокойся, это концерт, все нормально, зритель улыбается, они аплодируют, а я не могу. И он смотрит на меня. На меня рядом начинает трясти. Да, и его начинает трясти, а я вот так за него держусь, потому что я понимаю, что я сейчас упаду. И я понимаю, что я не могу читать с планшетки, потому что она вот так вот ее телепает. И я поняла, что мне нужно импровизировать. Ну, около текста. Хорошо, что этот текст писали мы, и мы его знаем как бы хорошо, то есть о чем говорить. И я начала говорить просто сама. Второй концерт был еще для меня волнительный, потому что, наверное, в зале сидела мама. Мама, и еще одна мама, и папа, и еще один папа. В общем, все родственники сидели. Я знала, где они сидят, я их увидела. Это было вообще непередаваемо. И я думала, сейчас будет обморок. Но потом, это буквально вот первых два выхода. Первый самый сложный, второй уже полегче. Но это у меня, не знаю, Денис тоже волнуется. Нет, я всегда, я всегда выхожу. И у меня, ну, когда я говорю, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, волнение, оно куда-то растворяется, и я растворяюсь уже со зрителем. Ну, то есть мне как-то проще к этому... И он не на каблуках. Ну, да. Вот на самом деле это... Потому что, когда начинает... Слава богу! Например, когда ты стоишь и понимаешь, что у тебя трясется одна нога, ты пытаешься ее как бы сдерживать, а у тебя начинает все тело трястись от этой ноги. Думаешь, ладно, пусть трясется одна нога. Но потом коллеги еще за кулисами начинают тебя снимать. Типа, Катя, смотри, смотри, как у тебя юбка тряслась. Я думаю, спасибо. Но вот эту эмоцию, главное, пережить. И потом, когда ты чувствуешь, что зритель к тебе расположен, нечего бояться-то. Просто вот это вот волнение, с которым ты не можешь справиться, оно, конечно, в голове, но я ничего не могу сделать. Я считаю, что если его не будет, может, у меня и вот этого куража не будет, вот этого вот посыла того же не будет зрителю, потому что без этого уже, мне кажется, смысла не будет какого-то. Ну, вот так для меня, не знаю. Но еще тут, конечно, зависит от того, какое мероприятие, где оно проходит. Для меня, на самом деле, проще всего проводить мероприятие, когда я в какой-то роли. То есть я не Катя Кожевникова, я, там, я не знаю, Людка, я, там, не знаю, Несмеяна, я Баба-Яга, кто угодно. Я не Катя Кожевникова. Все, у меня есть маска, у меня роль. Я в этой роли, и я абсолютно, не представляю, главное текст помнить. Вот. А вот когда ты играешь саму себя, то есть не играешь, а живешь, по сути, вот тогда я волнуюсь. Вот у меня как-то так. У Дениса, видимо, всегда одинаково, да? Ты волнуешься, потом все проходит. Ну да, за кулисами я стою, да, меня там потряхивает, и все, и глупая улыбка, что... Причем бывает так, что он не волнуется, я не волнуюсь. Кто-то из нас начинает волноваться, и второй начинает заводиться. И мы начинаем, все, ты успокойся, иначе я сейчас сам все сейчас, вот это вот. И поэтому стараемся молчать. Лучше промолчать, чем сказать, что-то меня так трясет, и он все, меня тоже трясет. А еще, если мы расходимся по разным кулисам на первый выход, все, поддержки нет, е-мое, как сейчас будет, а вот этот первый выход, ну, и это проходит. Ну, Коль, же заговорили, да, в самом начале второго, третьего вопроса про пандемию. Для всех, конечно, это было сложно, и вот когда-то в марте, в конце марта, в начале апреля мы-то здесь работали. Я помню, что многие позакрывались, вот вы, наверное, тоже были, да, одними из тех, кто ушли на удаленку. Или у вас не было такого? Вот расскажите вообще, как в пандемию работали? Недели две, наверное, мы сидели дома. И то, и то. Вот было такое, и то потом начали выходить потихонечку, но тоже это было как мы выходим, делаем какие-то свои дела и расходимся. Нам не встречаться там нельзя было, не в кабинете сидеть. В общем, если тебе нужно было что-то на работе, ты должна была как-то туда проникнуть, так скажем, что-то забрать и уйти домой. Да, все старались работать дома, но потом мы поняли, что это невозможно, потому что все там. И в любом случае какие-то бумажные дела, да, еще не вопрос, можно было сделать дома, но потом стали говорить о том, что, возможно, нам разрешат онлайн. Мы пока в это не верили, да мы вообще не знали, как это делать. Мы никогда этого не делали. Максимум, что мы делали, ну, как максимум, мы, конечно, делали какие-то видеоклипы, да, снимали у нас ребята, какие-то заставки, какие-то сами в каких-то мизансценах таких видео участвовали, видеороликах для оформления мероприятия, какие-то делали зарисовки. А вот так, чтобы просто на камеру выходить в онлайн, общаться с зрителем, да, мы вообще не представляли, как такое может быть в нашей именно стези. И вот когда нам сказали, что мы выходим в онлайн, мы такие, у-у-у, классно, мы выходим в онлайн, а потом такие, а что делать-то, как это делать? Мы пока не могли сами перестроиться, что нужно, во-первых, говорить в камеру, да, нужно какие-то вот такие нюансы глупые, на самом деле, ну, для вас, например. Для нас это было, или как вот на сцене должно это все, как это снять так, чтобы зрителю было интересно смотреть? Это же не статично, зритель у него в зале же сидит, он должен это видеть с других ракурсов, какие-то перебивки должны быть, какие-то вставки. Нам вообще это было все непонятно, и, конечно, тут нам помог и видеоотдел наш ребят, да, мультимедиа. Как бы с каждого по чуть-чуть мы смотрели, как это делают другие коллеги, мы обращались и к вам, мы обращались к интернету, да, в конце концов вообще, как это преподнести все. И вот так вот компилируя это все, находя какие-то новые формы, какую-то новую подачу, мы поняли хотя бы, как примерно можно это сделать. И попробовали вот закрытие сезона. Потом у нас пошел культура вирус, да, получается, придумали передачу общения между коллегами, да. сюда нас тоже приглашали, и формат прикольный очень такой, и, по-моему, просмотров тоже много у вас там есть. Да, хорошо приняли зрители. Нет, пока, конечно, зритель был, он неистовствовал, он говорил, что как это так, давайте откройте зал, и мы всем объясняли, что, ну, мы сами заложники ситуации, вы же понимаете, вы сами сидите дома, вот, зритель немножко негодовал, потом зритель стал привыкать, и даже сейчас многие просят прямую трансляцию, например, там с нескольких камер, потому что не могут посетить концерт, то есть приучили немножко. Ну, и в то же время мы для себя открыли очень много возможностей сами для себя, потому что это абсолютно другая работа, это абсолютно другой объем работы, потому что, если ты делаешь мероприятие, ну, допустим, в лучшем случае за месяц, то здесь большой какой-то фильм, например, тот же, нужно делать минимум за два месяца, ну, то есть нашу работу нужно было умножать минимум в два раза, потому что это и организация съемок, это и договоренности, это и подготовка каждого, допустим, эпизода, да, это работа с теми же артистами, потому что те же артисты, они не могли перестроиться на камеру, они не знали, как смотреть, где можно смотреть в камеру, где этого не нужно делать, каждому нужно было провести работу, огромный труд на самом деле, я низкий вам поклон, потому что на самом деле это абсолютно другая работа. и в каком-то случае я даже хочу сказать спасибо, потому что я еще раз повторюсь, мы открыли для себя некие возможности и в себе, то есть мы научились чему-то новому, интересному, и это нам только в плюс на самом деле. Для меня этот опыт бесценен на самом деле, для Дениса не знаю. Я потерял уже это в делаем. Но тем не менее, получается, мы следили за вашим творчеством, нам было интересно, потому что всегда интересно смотреть за какими-то успехами, потому что некоторые проекты действительно были очень классными, и в том числе фильм новогодний очень классный посмотрел, я представляю, сколько вы туда сил вложили, это же, причем, игровая такая штука была, то есть мы-то, видите, работаем в основном на документалке, и здесь проще, чем в игровой, потому что где взять актеров и прочие вещи. Расскажите, что вы, я так понимаю, что сейчас, несмотря на то, что вы вышли на сцену, и наконец-то вам разрешили, а этот эстезиус-видео штуками, вы ее оставите, наверное, да, и может быть, какие-то планы уже есть грандиозные, вот если можно поделиться, поделитесь. Планы есть. И сейчас идут съемки как раз отчетного концерта. А, да, кстати. Да, идут съемки отчетного концерта танцевального коллектива Шоу Тайм. Да, у них это будет очень интересно, ну, если кто-то из зрителей, может быть, может быть, ты Алина тоже была когда-то на их отчетных концертах, это была миссия выполнима, то есть там мы играли главные роли с Катериной, ну, и, естественно, главная роль была у Шоу Тайм, да, а мы были проводниками, собственно говоря. И сейчас у них идет уже миссию мы закрыли, сейчас уже не миссия, сейчас у них идет игра. То есть по играм, по всевозможным, по всевозможным играм, да, не будем особо открывать завесу, но танцы тематические, будет все полностью на видео, это будет интересно. Я считаю, что когда вы увидите объявление, анонс, объявление о том, что концерт... Обязательно посмотреть. Надо обязательно посмотреть, потому что я считаю, что это будет просто нечто. Да, для ребят тоже, они хоть и участвовали в том же фильме, но тут они в главной роли будут, да, в своем отчетном концерте. Это даже не отчетный концерт, это, видимо, танцевальное шоу-программа, так скажем, да, игровая. и вот даже сейчас идут съемки, и бывает по пять часов, ну вот был такой момент, что ребята пять часов не могли понять, как это снять, чтобы вот для зрителя это был этот танец, сюжетно интересен и вообще понятен, и как это придумать, там, зеленый фон, не зеленый фон, то есть вот все эти технические средства, и ребята устают, они, конечно, стараются безумно, для них это тоже новый опыт, и я считаю, что такая интересная задумка, которая выстрелит, хотя уже и руки опускаются иногда, потому что, кажется, вот открыли уже, да, давайте лучше сделаем уже концерт, вот так вот покажем, и все, потом нет, надо сделать, потому что работа уже проделана, половина, да, уже сделана, и они не опускают руки, и приходят, и все равно, ломая голову, танцуют, и получается классно, также делаем ролики, поздравительные те же, пытаемся найти тоже какую-то изюминку, как это преподнести, сделать, вот сейчас сделали ролик 90-летию МВД, замечательный получился, потом от одного отказались, да, по-моему, все-таки на сцене будет у нас Либерти, у нас, да, хотели сделать, в общем, в чем проблема вообще встает, когда ты решаешь, на сцене это будет, или это будет все-таки на видео, когда ты на сцене, это декорации, а когда ты делаешь видео, мы пришли к тому, что делать на сцене, это нужно так заморочиться, чтобы это были не просто декорации, да, это там зеленый фон и прочее, какая-то компьютерная графика, что-то в этом духе, тогда это нужно на натуре делать, если ты хочешь, чтобы это получился, как фильм, и это очень сложно, учитывая то, что по договоренностям это занимает огромное количество времени, договориться, сделать какой-то там, я не знаю, павильон, не павильон, сделать какой-то реквизит, там расставить, это очень все сложно и долго, поэтому здесь мы решили все-таки показать концерт образцовой студии современного танца «Либерти» на сцене, но хотя в задумках есть еще проект, может быть, мы его осуществим, просто сейчас, получается, нам открыли зал, все заняты сценой, и сейчас, чтобы сделать что-то онлайн, нужно выцеплять прям людей, как-то дробить график, я не знаю, работать ночью, чтобы либо на сцене, если что-то нужно снять, нужно делить прям сцену, потому что каждые выходные у нас концерты или репетиции, поэтому сейчас это немного проблематичнее, нежели в пандемию, потому что там сцена, допустим, та же была свободная, и люди были не заняты, да, и то есть, когда мы им говорили, давайте поучаствуем в нашем видеопроекте, да не вопрос вообще, это здорово, это новый опыт, там даже для вокалистов, для артистов, для всех, а сейчас уже как бы нужно варьировать этим всем, впереди еще много интересных проектов, но на самом деле, пока самое главное, это шоу-тайм, вот, он сложный по своей тематике, по наполняемости, поэтому пока, наверное, остановимся на этом видеопроекте. А все ваши видеопроекты можно посмотреть в официальной группе ВКонтакте, да? Да, и также на нашем YouTube-канале, артист ЕДК, да. Да, на YouTube даже, наверное, будет удобнее, если смотреть. Там и качество удобнее, мне кажется, и скорость, все такое. Да, потому что стараемся заполнять наш канал, потому что там у нас выходят и подкасты, выходят и выставки, сейчас, кстати, вот еще по поводу видеопроектов, будут еще у нас, как это называть-то, онлайн-выставки, да, так и... Ну, вот как выставочный зал это делает, но похоже. Они и будут это делать вместе с нами, то есть у Алены Евгеньевны Одеговой есть идеи интересные, но так же, как на телеканале «Культура» проходят некие передачи, да, по искусству, мы хотим сделать тоже что-то свое такое, чтобы просвещать народ, но уже в онлайн-режиме, чтобы это было доступно всем, чтобы любой желающий мог посмотреть о каких-то деятелях и наших, и приезжих, вот, это тоже в планах готовится. Ну, и теперь еще по планам, давайте пройдемся, но уже по не виртуальным, а реальным, да, все равно зритель соскучился по вот таким выходам, потому что даже вот у меня многие знакомые, и я сама ждали момента, когда можно будет прийти в культурный дворец Арктика, да, прийти, купить билет, посмотреть это все воочию, да, потому что это определенное все равно общение там с другими, со знакомыми, с кем-то, встречаешь только на концерте. там нарядить. Конечно, сумочки там, печатки. А что в ближайшее время на вашей сцене будет проходить в реале, да, так скажем, какие интересные концерты, какие проекты интересные? я думаю, я думаю, я думаю, что все концерты, которые будут проходить у нас будут интересны, абсолютно каждый концерт, он интересен, да, ну, а ближайшее, это, естественно, это главный весенний праздник, это 8 марта, о чем поют мужчины, тоже замечательный концерт, но боюсь, что уже билеты на него, хотя нет, хотя нет, еще есть возможность. Нету билетов? По-моему, сейчас можно уже, да, 50%? 50% если разрешено. Не уверена на 100%, что можно 50%. Да, давайте мы не будем вводить в заблуждение, но... Если так, то добавятся еще билеты. Да, возможно. Но если, конечно, если будут обрывать трубки и просить, 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 то мы готовы, наверное, делать еще концерты. Я не буду говорить за всех, потому что это три концерта подряд, это очень сложно. Но когда зритель просит, мы не можем, конечно же, ему отказывать. Мы надеемся, что нам откроют уже 50% вместо 30%, то есть, так что держите руку на пульсе, звоните, возможно, еще вам удастся купить билеты на этот концерт. Также впереди нас ждет ближайший, это, наверное, у нас Rocket Play, да? Да. Театрализованный концерт по творчеству Цоя. Вот, да, мы его усердно готовим. думаем над концепцией сейчас. Это будет в исполнении анти-кавер, да? Бэнд, да. Анти-кавер-бэнд, да? Rocket Play. То есть, они придадут его песням новое звучание. Приходите, это будет, ну, мне кажется, это будет что-то новое. Того, чего еще не было. Но мне кажется, что это будет здорово. В то же время хорошо забытые старые, так скажем. Ну, все новое. Я имею в виду творчество Цоя, да? Вот. Далее у нас грядет как раз-таки у нас Керн Процесс еще впереди. Керн Процесс впереди, концерт. Потом, вот все, кто не успел выступить в пандемию, сейчас у нас будет плотничком, друг за другом, радовать зрителей своими шикарными концертами. Далее у нас вот образцовая студия современного танца Либерти. У них тоже театрализованный концерт. Юбилей морожки у нас. Юбилей морожек, да. Очень много концертов. Я не знаю даже, как зритель будет успевать, но я надеюсь, успеют на все концерты. Что у нас еще? Я боюсь что-то упустить, на самом деле. Ну, афиши, это ведь у вас есть. Да, афиши есть. Обязательно заходите в нашу группу, потому что там вся актуальная информация. Звоните нам, потому что мы ответим на любые вопросы. Заполняйте в конце концов анкеты, чтобы мы понимали, куда нам двигаться дальше, что может изменить. Также заходите на наш сайт, заходите на ютуб-канал. Чем больше просмотров, тем лучше. Вот. Концертов впереди очень много. Прямо я говорю, что мы уйдем в отпуск. Я не знаю, мне кажется, даже похудею. Я надеюсь на это искренне. Ты тоже, да? Я надеюсь. Нет? Я вообще только на это и надеюсь. Потому что концерты даже, мне кажется, будут в некоторые моменты в неделю прямо на буднях, потому что времени осталось до лета, до закрытия сезона очень мало, а всем очень хочется выступить, всем очень хочется на сцену, огромное количество репертуара накопленного, уже подарить его зрителям, вот, поэтому вас впереди ждет очень много шикарных концертов, не пропускайте. Ребят, вы такие очень классные, я бы с вами еще сидела и разговаривала, но, к сожалению, коллеги подсказывают, да, что время заканчивается. Благодарю вас, что пришли, очень было приятно побеседовать, интересно, будут какие-то классные идеи, предложения, обязательно тоже звоните нам, мы всегда готовы вас поддержать. А мы с вами еще поработаем, я думаю, на Бурандее, буквально 20 марта и 21 на Семенхат-Мерита, на шикарном празднике, приходите также, а мы с вами прекрасно поработаем. Спасибо, что пригласили, я выговорился на год. Мы очень польщены, на самом деле, приглашайте нас еще, либо наших коллег, с удовольствием. Лучше нас. Ну и вас, у вас туда, ну и для конкуренции. Спасибо. Спасибо большое, я напомню, гостями студии телеканала Север Стали Екатерина Кожевникова и Денис Семяшкин и дуэт Кумавья. На этом я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин